Приветствую, это своего рода пилотный выпуск, пока я делаю основной обзор, тему которого я сообщу во вкладке сообщества. В этом экспериментальном выпуске я собрал несколько последних новостей по темам канала. Итак, поехали. Команда международных исследователей, кстати их более 200, это по поводу авторов, выявила ранее неизвестную миграцию на юх Великобритании от среднего до позднего бронзового века. Благодаря почти 800 геномным данным, половина из которых была из Великобритании, более чем за полтора тысячелетия до саксонского периода, возможно с территории Франции. Палеогенетики попутно решили задачку с увеличенным компонентом ранних европейских земледельцев у современных британцев по сравнению с ранним бронзовым веком. Анализ примиссий показал, что этот компонент увеличивается на юге Великобритании от раннего до позднего бронзового века, в среднем с 31 до 36% и устаканивается где-то на 38% уже в Железном веке. Когда поток мигрантов сократился, и Великобритания была в своеобразной генетической изоляции от большей части континентальной Европы. Что отражено в росте аллеля, обеспечивающего толерантность к лактозе во взрослом возрасте. Где-то до 50%, по сравнению с 7% в Центральной Европе. Частота этого аллеля в Центральной Европе начала увеличиваться только примерно тысячелетия спустя. Это говорит о том, что молочные продукты, наверное, качественно по-иному использовались в Великобритании и на остальной части континентальной Европы. А в целом, но выявленные эмигранты внесли где-то около половины своего генофонда в жителей Англии и Уэльса Железного века. Это довольно-таки существенно. И параллельно с генофондом они, скорее всего, привнесли кельтские языки. Тем самым поддерживая теорию о том, что кельтский язык распространился по южной части Британии с территории Франции в Бронзовом веке. И, возможно, сосуществовал там с другими языками. Кстати, часть авторов этой работы в другой своей работе описала самое большое генеалогическое древо, составленное на данный момент по древней ДНК. Дерево включает 27 человек из пяти поколений, обнаруженных в могильнике Хазелтан Северный, возрастом 5700 лет. Это неолит. Где патрилинейность сыграла ключевую роль в определении того, кто был похоронен в гробнице. Поскольку все 15 передач из поколения в поколение происходили по мужской линии. При этом отец-основатель семейства имел потомков от четырёх женщин. Потомки двух из этих женщин были похоронены в этой же гробнице на протяжении всех последующих поколений. А это говорит о том, что материнские подлинии были сгруппированы в ветве, отличительность которых признало всё сообщество, для решения вопросов, кого хоронить именно в этой гробнице. Кстати, отсутствие взрослых дочерей предполагает, что они были похоронены в других местах, возможно, в гробницах своих мужей. Интересно, что помимо рождённых от отца-основателя, в гробнице были захоронены и дети, рождённые от других отцов. Что авторы работы интерпретируют как факт усыновления. Помимо этого, восемь человек из гробницы не были близкими биологическими родственниками основной линии. Что повышает вероятность того, что родство охватывало ещё и социальные связи, независимо от биологического родства. При этом все проанализированные люди, за исключением одного, избегали близкородственных связей. А теперь перенесёмся в средневековую Британию. Команда учёных в поисках крупных боевых коней Дестриа исследовала останки 1964 лошадей и 171 археологического памятника по всей Великобритании. В период с 300-го по 1650-е годы нашей эры. По факту это крупнейшая выборка. При этом, невзирая на экономическую и политическую роль лошадей того периода, они были относительно небольших размеров. В среднем лошади саксонского и нормандского периодов V-XII веков оказались размером шотландского пони. Лошади саксонского периода в среднем схожи с позднеримскими. При этом разнообразие лошадей было меньше, чем в позднеримский период и вновь восстанавливается только в период позднего средневековья. А крупные аномальные образцы появляются только с нормандского периода 1066-1200 годы и далее. Для нормандского периода максимальная высота в холке зафиксирована 150 см. Это для лошадей из замка Троубридж, графства Уилтшир. Ее размеры уже соответствуют размерам современным легким верховым лошадям. Кстати, здесь стоит отметить, что шотландские пони были не такие уж и маленькие. Учитывая, что я ростом метра восемьдесят два, он был мне чуть выше груди в холке. А вперед высокого средневековья, в 1200-1350 годы, впервые появляются лошади выше 160 см. Но только в период постсредневековья, в 1500-1650 годы, средний рост лошадей становится больше. При этом в постсредневековый период увеличивается и разнообразие размеров лошадей. От менее 120 см до почти 170 см. И, наконец, их рост приближается к росту современных тяжеловозов и полукровных пород лошадей. При этом авторы работы отмечают, что дальнейший поиск крупных боевых рыцарских лошадей Дестрия должен переместиться на домашние помойки и живодерни. А далее, продолжая тему лошадиных, перенесемся к древним шумерам. Еще до появления домашних лошадей в Месопотамии в конце 3-го тысячелетия до н.э. Клинописные таблички и печати свидетельствовали о преднамеренном разведении животных, похожих на лошадей, которые были в 6 раз дороже ослов. Размер и скорость крупных самцов в Кунго делали их предпочтительнее ослов для буксировки крупных боевых тележек. Центром разведения Кунго был город Нагар, современный сирийский Тельбрак, на севере древней Месопотамии. Имена эти животные, предположительно, были изображены на королевских печатях по всему региону, а также на штандарте войны Эмира-Изура, на территории современного Ирака. А после появления в регионе домашних лошадей, использование этих животных прекратилось, и они со временем исчезли. Но кем же были эти Кунго? Морфометрический анализ непарнакопытных в сирийском Ум-Эль-Мара не дал результатов. Однако новый генетический анализ образцов возрастом около 4,5 тысяч лет показал, что это были самые ранние из известных межвидовых гибридов. А именно смесь ныне вымерших сирийских куланов с домашними ослицами таким образом укращали их норов. Эти гибриды, скорее всего, были бесплодными и не оставили следов, и в конце концов были заменены лошадьми. А теперь перенесемся в Сен-Дзян. Новоосирийский кожаный доспех в Турфане. В 2013 году в могильнике Янхай, в 43 километрах к юго-востоку от современного Турфана Сен-Дзянь уйгурского автономного района КНР были обнаружены остатки чешуйчатого кожаного доспеха. Эта находка вызвала ряд вопросов о времени и месте создания доспеха. И вот недавно были опубликованы результаты радиоуглеродного датирования с подробностями конструкции доспехов и сравнительным анализом находки с аналогами из соседних регионов. Доспех, датируемый 586-543 годами до н.э. первоначально был изготовлен из примерно 5444 мелких чешуек и 140 крупных, который вместе с кожаными шнурками и подкладкой весил около 4-5 килограмм и мог надеваться без сторонней помощи. Благодаря сравнительному анализу авторы предполагают, что доспех мог быть изготовлен в Новоасирийском царстве и не имеет аналогов в соседних с Турфаном регионах того времени. Хотя в данном случае сохранности способствовал засушливый климат. При этом не ясно, как он попал в Синьцзян. Однако, если место производства доспеха определено верно, то это является одним из редких доказательств передачи технологий с запада на восток в первом тысячелетии до н.э. Когда усилились социальные и экономические преобразования. А теперь перенесемся в Африку. Древние нубийцы конца первого тысячелетия н.э. Относительно мало известно о генетическом ландшафте нубии до исламских миграций, которые начались в конце первого тысячелетия н.э. В новой работе, в дополнении к трем ранее секвенированным геномам, авторы представляют данные ДНК 66 человек с двух кладбищ в районе Нильского острова Кулубнарти в северном Судане христианского периода около 650-го тысячного годов н.э. Причем с многочисленными свидетельствами социальной стратификации между кладбищами. У исследованных нубийцев оказалось около 43% предков родственным нелотом. А оставшаяся родословная была из-за пределов Египта и была схожа с таковой в Леванте Бронзового и Железного веков. При этом генофонд Кулубнарти, формировавшийся как минимум в течение тысячелетия, содержит непропорционально высокое число западноевразийских предков по женской линии, скорее всего, связанных с Левантом. По некоторым признакам авторы определили, что на двух кладбищах хоронили людей разного достатка. При этом авторы не нашли никаких генетических различий между захороненными на двух кладбищах. А стало быть, в древнем нубийском обществе социальный статус не зависел от происхождения. А наличие родственников на обоих кладбищах говорит о возможности перехода из одного социального слоя в другой. Также современные нубийцы не являются прямыми потомками нубийцев Кулубнарти, что свидетельствует о дополнительном генетическом вкладе со времен христианского периода. А теперь мысленно перенесемся на Фарерские острова, которые были заселены раньше, чем предполагалось. Фарерские острова, входящие в состав современного королевства Дания, расположены в Северной Атлантике между Норвегией и Исландией. В середине IX века н.э. они были заселены викингами. Однако некоторые косвенные доказательства предполагают более раннее заселение островов со стороны британских. В новой работе авторы, используя озерные отложения, фекальные биомаркеры и фрагменты осадочной древней ДНК овец, определили, что люди и домашний скот жили на Фарерских островах примерно за 350 лет до прибытия туда викингов с территории Норвегии, а именно около 500 года н.э. Возможно, это были кельты, но более точно определить еще только предстоит. А я, как обычно, на этом не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков!